Теория и практика английского языка Здравствуйте, Ксения Николаевна. Здравствуйте. Ксения Николаевна, расскажите, пожалуйста, в чем особенность, в чем специфика вашей программы? Наша программа – теория и практика английского языка по направлению филология 45.04.01. И, я думаю, главная особенность заключается в том, что эта программа англоязычная. На таких университетах программ у нас еще немного, но это программа, в которой все предметы ведутся на английском языке. И эта программа на сегодняшний день у нас привлекает большое количество иностранных студентов. Но на этой программе у нас могут учиться как иностранные студенты, так и наши русскоязычные студенты. Ну и, может быть, вторая особенность нашей программы заключается в том, что она объединяет в себе два трека подготовки – академический и практический, профессионально ориентированный в области педагогики. То есть, с одной стороны, мы готовим магистров, которые в будущем смогут быть учеными-рингвистами, а с другой стороны, мы обеспечиваем им развитие необходимых навыков, с помощью которых они бы потом могли вести, обучать английскому языку как второму. Ксения Николаевна, а где практические навыки будут закреплять ваши студенты? Наши студенты, как и все, собственно, студенты магистрских программ, проходят практику учебную и производственную. Учебная практика у нас проводится как в лингвистических центрах города, так и в центре академического письма, который работает у нас в ЮРГУ. И также у нас студенты проходят практику и на наших занятиях практических в нашем университете. — Скажите, пожалуйста, где в будущем смогут работать ваши выпускники? — Все зависит от выпускников нашей программы. Наши выпускники могут продолжить карьеру ученого и остаться работать в УЗИ у нас на кафедре. Также наши выпускники могут решить, остаются ли они у нас в России, наши иностранные студенты, или уезжают за рубеж. Значит, если они уезжают за рубеж, они находят работу там, на фирмах по профилю. В нашем городе наши выпускники также могут пойти работать по специальности в различные английские клубы и лингвистические центры. — Ксения Николаевна, вот очень специфическая программа, тем более она англоязычная. Какие-то требования особые вы к тем абитуриентам, которые будут претендовать на поступление к вам, предъявляете? На каком уровне они должны знать английский язык? Может быть, какие-то есть особые требования к их первому образованию на уровне бакалавриата? — Ну, у нас основное требование — это, конечно, уровень владения иностранным языком. Здесь уровень владения иностранным языком желательно по европейской шкале должен быть не ниже уровня B2-C1. Второе пожелание, но не требование — это чтобы на уровне бакалавриата у студентов был диплом лингвиста или диплом филолога. Вот на базе диплома лингвиста и филолога мы как раз можем их принять на нашу программу. — Ксения Николаевна, я желаю вам мотивированных студентов. Студентов, которые будут очень четко видеть перед собой дальнейшую цель и свою перспективу. А вам и вашей кафедре дальнейшего развития в научных исследованиях и, конечно же, в образовательной деятельности. — Спасибо большое. Продолжение следует...